Глядя на уличные термометры, люди потянулись к водоемам. Время для отдыха находят даже в будни. При этом статистика происшествий на воде бьет рекорды. В этом сезоне утонули уже 20 человек. Среди них трое детей. Наши корреспонденты во главе с репортером Нелли Юрявичу сегодня отправились на берега Волги и попытались понять, откуда столько отваги у тех, кто устал от летнего солнца, и неужели беспечности нет предела. Среда, маленькая пятница, на центральном пляже многолюдно. Взрослые загорают, дети плещутся в реке. Спасатели буквально уговаривают быть осторожнее. Статистика неутешительна. Счет погибших уже на десятки. А где папа с мамой? Там, где это там? Выйдите, пожалуйста, с водички. Выйдите, пожалуйста. Идите, родителям отдайте. Небудь лишнее почитайте, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Раздают взрослым и детям памятки. Там понятные инструкции, что такое хорошо и что такое плохо. Алкоголь в последнее время вполне конкурирует с мобильными телефонами. Тонут нетрезвые, взрослые и дети, пока их родители штудируют социальные сети. На данный момент мы пришли сейчас на пляж. Дети два годика. Сидят родители, сидят в телефонах. Никто не смотрит за детьми. Большая просьба. Не надо, ведь вы пришли на пляж. Не надо отвлекаться от детей. Потому что вода ошибок не прощает. В июне, по сегодняшнее число, спасено 23 человека. Из них 21 маленьких детей. В черте города оборудовано 4 пляжа. Здесь раздевалки, душевые, туалеты и спасатели. С 10 утра до 8 вечера. Хоть так. На пляжах неофициальных. Тоже аншлаг. Тут классическое про спасение утопающих. Основное правило выживания. Даже я подхожу сюда и вижу, тут груда камней. Тут торчат железки. Тут легко можно пораниться, порезать ноги. Там, не знаю, упадешь с камня, разобьешь себе голову. И тут минпункта нету. И никто не сможет даже помочь, прийти или как-то оперативно вызвать помощь. В выходные купальщиков будет в десятки раз больше. Беспечность на уровне «завтра не на работу». В такие дни группировку спасателей усиливают добровольцы. Приходят нам волонтеры и помогают. Это наши уши, глаза, которые мы говорим волонтерам, чтобы чуть-чуть они сразу заметили и говорили спасателям, где нужна помощь. Потому что бывает на выходные 2500-4000 человек на пляже. Это очень тяжело уследить трем спасателям. В ходе сегодняшнего импровизированного рейда нарушений, подпадающих под административный кодекс и штраф не выявлено. Хотя отвага утомленных солнцем заставляет задуматься. Вадим Муравьев, Нелли Юрявичус, Георгий Кривошейн, Республика.